На Чебоксарской ГЭС внедрена первая в Чувашии система сейсмического мониторинга. Наша гидроэлектростанция входит в десятку крупнейших в стране, потому к техническому состоянию конструкций повышенное внимание. На Чебоксарской ГЭС работает служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений, которая ежедневно следит за состоянием всех объектов. Надежда Андреева увидела, как ведут наблюдения не только с реки, но и под водой. Вот так с катера происходит осмотр бетонных конструкций ГЭС. Обычно специалисты выполняют такую работу летом. В течение года бетон подвергается различным воздействиям. Зимой промерзает, весной промокает. И важно зафиксировать все изменения. Мы записываем все выявленные дефекты, скола бетона, оголение арматуры. И эти данные передаем в нашу группу гидротехнических сооружений, которые организуют ремонты. Визуальный осмотр – это лишь один из способов контроля состояния плотины. Для мониторинга подводной части специалисты Чебоксарской ГЭС используют также эхолотную съемку роботов, привлекают водолазов. В самой водослевной плотине размещена контрольно-измерительная аппаратура, которая находится как на сооружении, так и внизу, в паттерне, который находится под ней. А это помещение – паттерна. Находится не просто под водой, под дном Волги, на глубине около 30 метров от поверхности воды. Здесь расположены различные датчики, которые также показывают состояние гидросооружения. Самая простая контрольно-измерительная аппаратура – настенный щелимер, который показывает раскрытие швов конструкции ГЭС. Здесь же в паттерне расположены 6 сейсмодатчиков. Они вмонтированы в бетонные основания сооружения и фиксируют данные о частоте собственных колебаний плотины, воздействии работающего оборудования, движении транспорта по мосту, пропуск паводковых вод и так далее. Другое сейсмооборудование расположено в радиусе 60 километров от ГЭС на четырех сейсмостанциях. Данные со всех приборов передаются на специальный сервер. Если регистрируются события с интенсивностью более 5 баллов, у нас приходит по системе оповещения СМС на электронную почту. И согласно правилам технической эксплуатации мы должны провести внеплановый осмотр. Данные все передаются в единый общероссийский центр. Он находится в Лобнинске. Там они обрабатываются. Ну вот сколько мы там не так давно запустили в эксплуатацию, отголоски чужих землетрясений мы на ней видим. Работа сейсмологической сети полностью автоматизирована. Сейчас на Чебоксарской ГЭС идет модернизация и другого оборудования для мониторинга сооружений. Пока данные об уровне и температуре воды с пизометров обходчики собирают по старинке. Но уже в четвертом квартале планируют завершить пусконаладочные работы. Вся контрольно-измерительная аппаратура будет включена в единую информационную сеть. Таким образом, мониторинг контроля состояния гидротехнического сооружения выйдет на новый уровень безопасности и надежности. Надежда Андреева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.